Это дорога Долина Дружных Такой здесь дубовый лес И дубовым так приятно пахнет Дубовый листвой опавший Хорошие здесь места вообще Там обрыв слева к реке По-моему, как она там? Река Пенза называется Там как раз она под Бригадирский мост И туда, в Суру, уже в городе В районе Свинтреста, как его называют местные Ну, те, кто там живет Я думал, что это Терновка, оказывается, Свинтрест Неплохо прогуляться здесь Вообще тут так-то много здесь лагерей По карте посмотрят, вот Ну, вот Аист Потом, если еще дальше по этой дороге идти там За лесом Черемушки Ну, или Пищевик На картах Пищевик Мы его называли Черемушки Здесь одноклассник был этим, как бы, божатым И мы с другим еще с одним приезжали к нему в гости Воткнули палатку на окраине Около речки Мы с палаткой приезжали Потом мы узнали, что там, оказывается, Змеиный угол местный называют До этого купались, не боялись А потом, когда узнали, уже стало страшновато Потому что там высокая трава была Вот Потом, сколько-то лет спустя Ну, когда уже все лагеря и заводы похерили Мы туда приезжали просто раз интерес Там домики остались Но там уже, я так понял, то ли купили, то ли просто Как живут там, охраняют Эти, как какие-то фермеры У них там собаки огромные Мы хотели зайти посмотреть, что как там, вспомнить О хрен там Вот, в общем И еще с другой стороны реки какие-то лагеря Вот там я вообще не знаю Там со стороны Со стороны Ордымских дач, по-моему, заезд, что ли Если по спутнику смотреть Такой кусок дороги Через поля Но там в кустах кладбище Почему-то в Вике Мапе написано, что это мусульманское Хотя на воротах там крест православный Такая вот бетонка здесь идет в ту сторону Помню, как раз вот мы шли Когда в лагерь в Черемушке Как раз вот с этой стороны Туда доехали Мичуринский на автобусе И херачили здесь как раз летом шли По жаре Жара была сильная И как раз мы тащили с собой Что-то мухавчик Ну как тогда еще Такие, типа, туристы Матрасники Короче, палатка еще такая брезентовая, здоровая Тоже тяжело как-то все это перлось Хотя тут идти, в принципе Сейчас я вот смотрю Тут идти-то вообще нет ничего От Мичуринского до Черемушка Здесь какой-то Тоже, наверное, для воды, что ли Было Во времена Когда здесь что-то... Кстати, да Вот Тогда, я помню, здесь в этих полях что-то росло Еще я здесь был Ну, не так давно Где-то лет Может быть, пять назад Может, поболее Пешком ходил тоже Но с другой стороны я шел С карьеры Со стороны вот Александровка Там карьер Потом там через поля И вот с другой стороны И в обратную сторону я шел Но уже тоже Где-то в сентябре Когда уже осень была Да, грунтовка вот эта, конечно Местами прям сильно разбита Где-то остался еще более-менее Вот как здесь А где-то прям вообще выворчен Все Там же снизу бетон Вот бетон прям наружу торчит Я иду, думаю Примерно 20 лет назад Мы здесь шли как раз Вот на эти черемушки Здесь, по-моему, росла То ли пшеница, то ли что-то такое Сейчас здесь заросл кустами Еще, наверное, если это у нас не сменится Тогда, не знаю, вообще останется для России Но если вдруг останется То, наверное, здесь уже будет лес Как-то здесь не спешат ничего сажать Почему-то А это вот я подхожу к аисту Похоже, он живой Ну, не живой, но его охраняет Там домик Да, поддерживает Так что, навряд ли я на территорию пройду Ну, ладно Да, аист еще целый Не знаю Наверное, есть ли смысл Вообще, конечно, прикольные ворота Даже завязаны Два пролета забора Дальше забора нет А я не заметил Уж хотел, думаю, перелазить, не перелазить Сейчас такая Совсем тупо То есть вообще забора отсутствует сбоку Наверное, как везде нет Ни хрена ни где ничего Здесь непонятно, что эти ворота тогда охраняют То есть и здесь Три пролета Остальное все срезали Увезли То есть и здесь Продолжение следует... 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 Так что, хз, хз. И вообще интересно, вот сейчас бы отдавали ли бы родители своих детей в пионерские лагеря? А то сейчас большинство родителей стали какими-то параноиками. Вот такие вот мысли после посещения очередного заброшенного лагеря. Ну вот такой старый-старый асфальт. Это дорога в Черемовке. По-моему, от Эры этот лагерь был. По нему мы ходили по этой дороге. Здесь она, кстати, тогда она была прям отличная. Вот примерно такая. Я вот сейчас думаю, а вот сколько же бабла сюда надо было? Тогда никто не задумывался. То есть надо построить лагерь, построим, надо к нему сделать дорогу. Не вопрос. А вот так вот. Это деньги, например. Ну, например, стоимость как яхты какого-нибудь олигарха или дворца его. То есть это, наверное, несколько детских лагерей будет. И несколько вот таких дорог через лес к этим лагерям. И когда люди задают вопрос, где деньги, так вот они где. Там достаточно съездить в Дубраву, посмотреть. Так что вот вся разница между социализмом и капитализмом. Капитализм это я и для себя. Социализм это общее для всех. Ну и, кстати, да. Коммунизма в Советском Союзе не было. Был социализм. Коммунизм был еще далековато. Не успели воспитать нового человека, который должен мыслить совсем по-другому. Сейчас вот этот дом шуршу листьями. Испомнил. Советский мультик такой был. Не знаю. Давно я его видел. Про шуршунов. То есть типа там в листьях шуршат вот эти шуршуны. Шуршуны, которые там живут. Надо прийти посмотреть этот мультик. Что-то я уже забыл про чем он там. И вообще, кстати, в советское время столько всего было сделано для детей. Я просто вот сейчас иду, думаю. Чего только не было. Какие фильмы детские были вообще. Вот я сегодня вспоминал песни. Потом. Ну да, кстати, песни были детские какие. Потом в лагеря. Что еще? В школах там сколько было. Какие были учителя тогда. Влюбленные в свое дело. То есть они реально прям за детей. За учеников за своих переживали, я помню. Своих вот старых учителей. Что еще? Да вообще много чего было сделано. Я сейчас вот даже не вспомню. Даже вот сколько было до этих фильмов. Театральных постановок всего. И прям даже не сравнить. Вот я современно даже вот не вспомню. Хоть какой-нибудь детский фильм. Более-менее адекватный. Начиная с 90-х годов. Мультфильмы иногда какие-то еще были. Вот не знаю, канула у него. Он такой, не особо детский. Какие-то смешарики там. Что-нибудь такое вот. А вот чтобы даже каких-то просто таких вот 15-минутных, как раньше были мультиков, я сейчас даже и не вспомню. Вообще. Какие-то тупые, какие-то сериалы. Вот я смотрю там дети, которые сейчас вот матеря своих детям показывают. Ужас какой-то. Да. Да и никакой даже вот, никаких песен даже детских я сейчас не вспомню. Из современной России уже. Как-то. Да и вообще, кстати, вот писать такие стихи, такие песни, и вообще снимать такие фильмы детские, это надо как-то. Ну, совсем с другим мироощущением, не как сейчас. Сейчас все какое-то заточено на бабло, и как-то вот такая составляющая там большая, денежная. Тогда как бы просто было, не знаю. Мне кажется, раньше актеры, когда снимали такие детские фильмы, они просто тупо дурачились. То есть не то, что там как-то так относились, ну, как бы жили в этих фильмах, да, то есть такой, жили в своем детстве. Как-то так. Ну, просто смотришь, да, и так вот. Хотя в детстве было все как-то, да, интересно. Даже какие-то передачи детские, типа там «Будильник» или еще что-то, смотришь сейчас. Блин, ну, вроде такая, какая-то передача такая проходная, а все равно играли актеры там прям так. Ну, хорошо довольно-таки. В общем, короче, да, тогда страна была для детей. Вот прям точно. Могу сказать, вот, понимая свое детство, да, я думаю, многих, кто успел застать в те времена, даже в 80-е, который уже как бы все разваливался, разваливали уже. И то все равно было как-то так. Да, доброты было больше гораздо. Люди были проще. В общем, так-то так. Не знаю. Иду, гоняю шуршунов. Не путайся с шептунами. Подхожу к концу этой дороги. На горизонте оказались, ну, и на горизонте уже залез, вот оказались крыши дымских дач, наверное, правильнее так назвать. Сейчас вот иду, здесь пахнет немного дымом, что ли. И почему-то вот... Да, дымом, наверное. И почему-то осенью дым пахнет приятнее. Я вот так вот подумал. Именно осенний дым. Наверное, смешивается запах имеет вот этой листвы, что-то такое. Какой-то такой у меня запах другой. В общем, вот здесь в конце леса налево идет дорога на черемушки или по-другому пищевик, лагерь. А направо это уже в сторону туда, в сторону Салочки. Ну, в черемушки я сегодня не пойду, так как там кто-то тогда жил, как я уже говорил, как-нибудь в другой раз. Если погода будет хорошей, то, может быть, и этой осенью посмотрим. Загадывать сейчас что-то бессмысленно. О, кстати, да, даже вот туда пошел асфальт. То есть, именно как раз к этому лагерю и строили вот эту дорогу. Тут непонятно, почему они сделали вот такой крюк, когда можно было там напрямую через лес срезать. Ну, вот она как раз за поворотом. Там лагерь маленький, там, по-моему, только одна аллея, насколько я помню, из маленьких датчиков. То есть, там интересного мало вообще. Но, вот там вот протекает, вот как раз где кусты начинаются, там протекает река Пенза, и там есть подвесной мост как раз в этот лагере из тех дач. Года 3-4 назад мы ходили, нашли этот мост. Вот весь такой перекосившийся, но перейти можно. Так что, вот такие еще там, такая еще достопримечательность там есть. Река Пенза. Течение очень слабое. Наверное, она вся заиленная. На этом берегу дач. Здесь обрыв какой высокий. Дубы. Уже трасса шумит. Сейчас надо на нее будет выходить. А сначала пробовать перейти в брод эту реку. Брод через Пензу. Вон там выходит дорога. Ну, хз, хз. Что-то здесь по этим камням сейчас скакать, наверное, босыми ногами будет не очень хорошо. Ну, ладно, хрен с ним, попробую. Брод преодолен, но вода, конечно, ледяная. Я еле дошел в ноги прям чуть не отвалились. Очень холодно. Не знаю, почему. Весной-то теплее было, когда я там в этот шуб нырял. А здесь что-то прям вообще ужас. Но, кстати, песчаные там можно пройти. Сбоку песчаные такие косые. Вот. Ну, и камни, кстати, по камням я шел не такие, что они острые, как показалось сначала. Все-таки вода, наверное, их немного отточила. Похоже, специально насыпали, чтобы не размывало дно. Машины могли проезжать. Вот только вышел из воды, сразу ноги по ногам стало тепло. Так что главное пройти. Метрах в ста дальше, вдоль реки, я прошел, и вот здесь такая дамба есть. Не знаю, раньше, наверное, это либо на самом деле была дамба, либо мост был. Наверное, все-таки шлюзы стояли, вот видно. Я хотел перейти с той стороны здесь, в город. Но, видимо, правильно сделал, что перешел там. потому что здесь не совсем понятно, что здесь за дно. Основные рыбаки, что-то бывает. Какой-то мотор шумит еще. А здесь нужно переходить к сложному. Сложнее. летом здесь можно даже покупаться и позагорать на этом затоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова